Всем привет! Сегодня я хотела показать вам свой обновленный тур по комнате. На самом деле это просто будет мой летний тур по комнате. И также я просто хотела вам показать, как обновить свою комнату, не делая ремонта, а просто маленькими деталями, как освежить ее. Потому что я делаю это периодически, ладно, я делаю это постоянно, когда меняются сезоны, когда меняется настроение, когда появляется что-то новое, маленькое, яркое. Я просто добавляю это к комнате, и она просто преображается. Я просто хотела показать вам несколько способов, как оживить свою комнату, добавить ей яркости и какой-то свежести. И давайте начну просто. Это будет как в формате тура по комнате. Я вам покажу несколько изменений, хотя по сути мало что меняется. Туалетный столик вы уже видели. Да, что-то добавляется, что-то выбрасывается, но по сути все остается прежним. Но что я хотела сказать по поводу туалетного столика. Во-первых, самый очевидный способ это яркая косметика. И самые яркие какие-то неоновые цвета я выставляю вперед. Также держатели для кисточек. Эти из Ikea. Это я заказала на ebay. Это чай для дюре. Они также добавляют... Ну, это, мне кажется, много интереснее, чем просто обычный какой-то пластиковый стакан. И смотрится это гораздо лучше. И также моя самая любимая вещь, наверное, всегда. Это носовые платки. А вот этот я, по-моему, привезла из Англии, что ли? Я почему-то не помню, чтобы я это здесь покупала, но вот вариант. Это точно я купила у нас. Просто какие-то интересные, красивые носовые платки, которыми я и так пользуюсь каждый день. Почему бы не сделать их тоже какими-то красивыми? Далее то, что под вы уже видели. Пакет из пакетов и два розовых ролла. Это мат для йоги, упражнений. И это мой ролл Терекс. Точнее, как реплика Терекс. Я вам рассказывала уже про него, с которым я прокатываю поясницу. И тот факт, что они розовые, также добавляют в комнате какой-то девчачести и яркости. Давайте я пройдусь здесь еще. Мне кажется, это вообще пункт номер один. Что нужно сделать к лету? И вообще, когда меняются сезоны. Уберите, выбросите лишнюю одежду. Ту, которую вы не носили несколько сезонов подряд. Поверьте, вы ее никогда больше не наденете. Выбросите или продайте. Или, если это хорошее состояние, то найдите какой-нибудь... Есть сейчас, знаете, баки такие, куда можно опускать одежду. Если она в хорошем состоянии, она идет, ну, как просто людям, которым нужна одежда. Так что подумайте, что вы можете сделать со своей одеждой. Продать или отдать. В ночлежку можете отдать. Я несколько раз отдавала куртки теплые в ночлежку. Им это пригодится. Мне это не нужно. Вот. Это жуткая просто композиция. На самом деле, просто куртку накинула сверху для красоты. Она обычно там не висит. Но это... Тут у меня висят сумки. И как-то их количество растет без моего ведома. Далее моя книжная полка у стола. Которая мне не очень нравится в своей массивности. Но, по крайней мере, тут все помещается. И она выполняет свою работу хорошо. Излюбленный всем тамблером мейсон-жар и трубочки. Он стоит пока что здесь. Просто потому, что я им еще не пользовалась. А так он будет, конечно, жить на кухне. Конечно, можно использовать, знаете, как... Например, краской покрасить. Я видела у Блэр Фаулер они... Это один сплошной цвет. Там мятный или розовый. А эта часть в золотых блестках. Так что можно так попробовать. Но, я думаю, скоро он просто перекочует на кухню. Далее моя голова, которая избавилась от всех шляп. И теперь там просто одно одинокое жерелье. Также классный способ. Это туфли. Эти туфли из Asos. Я вам говорила про них. Они до того клевые и яркие. Но носить их часто я не буду. Поэтому я просто мою подошву и возвращаю их на место. Далее самый, наверное, банальный способ. Но также действенные это картины. Различные это мой портрет. Далее портрет Эда Ширна. И потом снова мой портрет. И то, что я сделала несколько лет назад сама. Это просто суперклеем... Горячим клеем приклеила восковые мелки. И дальше сплавила их феном. Очень быстро, очень весело. И одна из тех вещей, которые ты делаешь сам. И тебе на самом деле хочется это куда-нибудь повесить в свою комнату. Далее, конечно, награды. Если у вас есть награды, особенно такие красивые. Вот у меня еще одна пришла ко мне позавчера. Серебряная моя кнопка. Почему бы их не поставить в комнату как украшение? Ну, далее там то, что вы уже видели. Матрешки, миньоны. Это особо не меняется. Книги. Книги. Это прекрасный способ украшения. Особенно, если вот... Как Кларксон. Софи Кинсела. Вот такие все книги. Как, знаете, называются книги на журнальный столик. Они, по-моему, тоже прекрасно дополняют обстановку. Далее, Золотой Йорик из Настега. Который, мне кажется, просто прекрасно дополняет комнату. Журналы тоже, как книги, отличный способ. Особенно, если это вот подобные журналы. Вот у меня здесь есть Хироу с Бибером на обложке. Очень красивый журнал. И мне нравится их доставать, листать, перечитывать статьи. Я не люблю всякие глянцевые журналы. У меня есть парочка, потому что на них Тейлор на обложке. Серьезно, вот все глянцевые, которые есть, они с Тейлор. Или Дженнифер Лоренс. Вот есть несколько компаний. Покупаю их тоже несколько лет. И, да, далее идут такие большие, с интересными статьями уже. Ну и 90% они тоже все равно с Тейлор. Подушки. Также прекрасное дополнение. Подушки на кровати. Особенно, знаете, когда это интересно. Не просто икеевские, а вот, пожалуйста, Zara Home. Делает очень интересное. Вот это точно Zara Home я покупала сама. Это мне подарила подписчица. Это моя самая любимая наволочка, честное слово. Но я не знаю, откуда она. Я думала, Zara Home, но мне кажется, нет. Потому что я там не видела их. Вот эта доска была у меня пробковая на стене. Но в какую-то ночь она просто свалилась. И сейчас у меня на стене вот этот лось. Я могу... Я вам найду, кто мне ее привез. Магазин Ветка, по-моему, называется. Я вам оставлю ссылку внизу в Instagram, где вы можете ее купить. Вообще, они делают белый, черный и просто такие деревянные. Но я попросила мне сиреневую сделать, чтобы как-то шла с краской на стене. Проховая доска, мне кажется, это вообще любимое украшение. И создание настроения не только девочек, но и мальчиков. И сейчас у меня просто несколько вырезок из журнала J.Crew. Просто фотографии моих любимых людей. И вот этот портрет мне также сделала подписчица. Я его обожаю. И особенно мне нравится, что бумага не просто какая-то простая А4а, рельефная. Также несколько открыток, которые... Не будь у меня сейчас пробковая доска на столе, я бы, наверное, прицепила. Несколько открыток классных. Я, конечно, планировала их изначально подарить, но, мне кажется, им самое место у меня в комнате. Также несколько блокнотов здесь. Блокноты, вот, все, что такое, знаете, здесь красивое канцелярское. Пускай будет на столе. Пускай этого будет немного, но пускай что-то там будет. А, да, отчаянные домохозяйки. Вечное украшение моего стола. Далее журнал Dolce & Gabbana, который мне дала посмотреть Жанна. Здесь просто их кампейн. Весь очень красивый материал. То есть это вот прям, да, от начала до конца Dolce & Gabbana. И пускай у меня пока тоже лежит на столе. Вот вся такая канцелярия. Чашки с чаем. Тоже пускай будет все красивое. Все, что радует ваш глаз. И, наконец, пройдусь немного по своему комоду. Моя любимая колонка. Далее кнопка. Здесь я храню на этом золотом листе свои ежедневные аксессуары. Мои очки, мои часы. Майкл Коррес, Дэниел Уэллингтон. И мой единственный браслет. Это Тиффани, который я с путешествий прикрепляю подвески. Далее парфюм. Тоже достаточно простой способ. На самом деле здесь даже главную роль играют вот эти подставки, которые я купила обе в Париже в магазине Monoprix. В кухонной утваре. Тоже очень, по-моему, мне кажется, можно хранить в них все, что угодно. Даже не обязательно в спальне, можно в ванной или на кухне, где угодно на самом деле. Мне нравится, что они уникальные. И, опять же, приятно что-то находить не в Икее. Хотя вот вся моя мебель, она, ну вот кроме вот этой вещи для одежды, вешалок этих, это не Икея. Не смогу называть магазин, мне ее мама купила. Остальное все точно из Икеи. Поэтому приятно находить именно декор, а не оттуда. В общем, кроме духов, понятное дело, свечки и, как вы уже помните, может, по прошлому моему туру, это лаки. Это лаки в Росшей, и у них вышло 50 новых оттенков. И на мне сейчас вот этот вот мятный, он так и называется, Мэнт или Мэнт, как-то так, но, да, по сути, это мятный, как мятное мороженое. И в честь этого у них проводится конкурс на их сайте, я вам оставлю ссылку внизу. И все, что вам нужно сделать, это загрузить свою фотографию с лаком в Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте или на их сайте laki.ivroche.ru Когда вы будете выкладывать фотографию, не забывайте, ставить три хэштега, лакирую настроение, и в Росше, и также хэштег своего настроения. Вы можете придумать его сами или выбрать уже на сайте. Мой хэштег это неделя до моря, неделя до Черногории. На самом деле, сейчас я уже думаю, что нужно было просто взять хэштег пикник, потому что я еще не ходила летом на пикник, а это прям, это, конечно, цвет мороженого, но также, мне кажется, цвет травы, и где трава, там пикник летом. До 26 июля каждый день разыгрываются наборы из трех лаков. Также вы можете выиграть маникюр в спа-салоне в Росше в вашем городе или профессиональный набор для маникюра. Честное слово, ребята, я вам все время это говорю, участвуйте в таких конкурсах, потому что это занимает 5 минут, и да, вы от этого ничего не теряете, но вы можете получить как минимум набор лаков. И также у меня есть для вас купон-код Макарон, который вы можете использовать для получения подарка при покупке новых лаков в интернет-магазине и в Росше. И это были все мои способы украсить комнату. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, я дала вам какие-то идеи, может быть, как-то вдохновила вас выбросить вещи, какие-то купить. Если у вас есть какие-то вопросы, вот вы увидели что-то, и вы не понимаете, откуда это, не узнаете, или я не сказала, оставляйте комментарий внизу, и я обязательно вам отвечу, потому что я знаю, что я показала больше, чем я сказала. Да, все, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и прекрасного вам лета. Пока!